Всем привет! Вы на канале Советы Стоматолога и сегодня у нас с вами обзор хороших таких достойных паст, которые можно порекомендовать от самых дешевых до самых таких дорогих лакшери паст. И я сразу говорю, что я стараюсь быть максимально объективной, не упускать из виду никакие там пасты и производители паст, оценивать пасты по составу и в том числе по действию полости рта, но если вы с чем-то будете не согласны или захотите дополнить этот обзор, то пожалуйста пишите ваши комментарии и мы с вами обсудим ваши варианты. И поехали! Начнем с эконом-сегмента и первый представитель, ну вот я бы его сюда отнесла и я больше чем уверена, что вы все знаете эту пасту, я думаю, что большая часть из вас ее пробовали, это элементарный самый простой десной бальзам. Да, там можно придраться по составу, то есть там есть ИЛС, который я считаю, что не должен присутствовать в пастах для десен, там мортофосфорная кислота, там неизвестный индекс абразивности, но на другой чаше весов стоит огромное количество разных трав для десен, которые реально помогают при кровоточивости, она становится меньше на лесном бальзаме. И за те деньги, вот если нет возможности купить что-то лучше, то это достаточно неплохой вариант. Единственное, там, по-моему, весь лесной бальзам, ну кроме того, что с гидроксиапатитом мы с вами как-то разбирали, но я говорю вот про самый простой. Он работает на фториде, соответственно, эту пасту нельзя, если у вас есть хлороз, надо будет искать что-то другое. И плавно перетекая вот в это что-то другое, вторая, наверное, целая линейка, вот я бы отнесла целую линейку сюда, это паста Биомет. По сути, это тот же сплат, только, во-первых, он дешевле сплата, наверное, раза в 2 или даже в 3. Я недавно видела Биомет в Ашане по акции рублей за 90. Правда, я помню времена, когда его еще за 80 можно было купить без акции, но эти времена уже давно безвозвратно прошли. Во-вторых, он работает на кальце, и эту пасту можно и нужно использовать пациентам с флюорозом. И, в-третьих, там известный индекс образенности, и он намного ниже, чем у сплата. И эту пасту можно использовать каждый день. Вот поэтому эконом-сегмент я бы ограничила вот этими двумя пастами лесной бальзамы и пасты линейки Биомет, кроме отбеливающей. Но отбеливающие пасты я, в принципе, не люблю и никому их не рекомендую. А теперь мы немного увеличим свой бюджет и сможем позволить себе пасты поинтереснее и получше. И сюда я бы отнесла Рокс. Не все пасты выборочны. Вот мне, например, нравится Рокс Сенситив и в синей и в зеленой упаковке. Они хорошие по составу, у них низкий индекс абразивности, они работают на основе кальция, там гидроксиапатит, насколько я помню. То есть это самое такое лучшее, самое эффективное действующее вещество для укрепления эмали и снижения чувствительности. Ее можно пациентам с флюорозом, можно использовать с электрическими зубными щетками. Поэтому вот за эти пасты большой плюс. Еще из линейки Рокс мне очень нравится то, что я часто рекомендую. Это Рокс Бионика. Это паста для десен. Там много трав в составе. Там, конечно, немного можно придраться именно по составу. Но если вы там не какой-то жуткий аллергик, то пасту можно и нужно использовать. Мне нравится Бионика в зеленой упаковке. Вот я чаще всего ее и назначаю. Теперь отойдем от Рокса и подойдем к линейке Сенс-1. Да, там можно придраться по составу, но здесь я буду говорить именно о действиях полости рта. Это одна из самых эффективных, наверное, паст против чувствительности за те деньги, за которые можно ее найти. Плюс там достаточно большая линейка и пасты действуют по-разному. То есть там есть пасты с нитратом калия, которые блокируют проводимость дентинных канальцев, блокируют вот эту чувствительность. Есть пасты, например, Мгновенный эффект, которые действуют за счет афторида натрия и ацетата стронция, которые образуют такой апатитовый комплекс. Но вот с чем я столкнулась, пока готовила этот обзор. Я зашла на официальный сайт Сенс-1, и там состав, ну, просто полярно отличается от того Сенс-1 Мгновенный эффект, который мы с вами обозревали там какое-то время назад. Поэтому какой из составов наиболее актуален сейчас, мне сказать сложно. Надо будет посмотреть в магазинах, что продают с каким составом. Но в любом случае, и та, и другая паста имеет место быть, и если они действительно изменили состав, а изменили в лучшую сторону, если ориентироваться на сайт, то пасте прям большой плюс, и я бы ее рекомендовала с большим удовольствием. И я напомню, что все пасты действуют совершенно по-разному, поэтому если одна паста не помогает, надо пробовать другое. И вот насчет вот этой вот другой. Calgate очень не люблю. Я думаю, что вот кто смотрит мои обзоры, знает прекрасно мое отношение к этим пастам, но можно рассмотреть здесь. Вот, например, Calgate Sensitive Pro Relief. Да, опять же, состав не очень там в плане CLS и неизвестного индекса абразивности, но он действует по технологии ProArgin, то есть он запечатывает донтинные канальцы, и тоже я видела эффект, хороший эффект от этой пасты там буквально с первого, со второго применения. Поэтому, если, например, по какой-то причине Sens1 вам не помог, можно попробовать Sensitive Pro Relief примерно за те же деньги, плюс-минус. И раз мы с вами заговорили про Calgate, я не могу обойти стороной линейку L-MEX, это то, что мне нравится, то, что я действительно порекомендовала бы. Во-первых, там хороший состав, там контролируемый индекс абразивности, и он подходит для ежедневного использования, а также паста работает на основе аминофторида, это соединение фтора, самое эффективное на сегодняшний день. Но единственное, пасту нельзя пациентам с флюорозом. Еще недавно, благодаря вам, спасибо большое, кто запоразил этот обзор, я познакомилась с пастами Synergetic, я как-то, вот они обходили меня стороной, ну, либо я их обходила. Интересные, достойные пасты с хорошим составом, без всяких вредностей, на мой взгляд, которые можно и нужно использовать, потому что там известный индекс абразивности, пасты работают на основе кальция, опять же, они подходят всем. Если вам в целом нравятся там другие какие-то средства Synergetic, топ-пасты, я думаю, тоже вам понравятся и вас порадуют, так же, как меня. Дальше, в той же ценовой категории у нас есть пасты президента, они есть разные, со фтором, без фтора, есть с кальцем, есть для тесен. Там большая линейка, ну, прям огромная, я бы сказала, и пасты надо выбирать, потому что есть пасты по составу получше, есть немного похуже, на мой взгляд, опять же, поэтому надо каждую пасту рассматривать по отдельности. Единственный большой плюс паст президента, это то, что они прямо на передней поверхности большими буквами указывают индекс РДА, индекс абразивности. Это один из важных критериев при выборе зубной пасты. И, опять же, средний ценовой сегмент. Пасты сплат, не могу я про них не сказать. Они хорошие по составу, они хорошие по действию, ну, по крайней мере, отзывы, которые я слышала. Но у них у всех высокий индекс абразивности, больше 100, по-моему, насколько я помню. И я бы не рекомендовала пасты использовать каждый день. Один-два раза в неделю можно, если у вас эта паста есть, я не против, но не постоянно это может привести к некоторым проблемам в полости рта. Теперь мы с вами перейдем к дорогим и более эффективным пастам, на мой взгляд, которые любят врачи-стоматологи, которые их изучали, и которые, ну, действительно лучше того, что я вот говорила выше. Это, например, Биорепе, итальянская зубная паста с хорошим составом, там нет СЛС, там низкий индекс абразивности, и там хорошее, эффективное действующее вещество. Минус – это, конечно, стоимость. Не все пациенты могут себе позволить, по крайней мере, на постоянное использование. Что еще мне нравится в Биорепе – это гель, который у них есть. Кстати, мы его тоже обозревали по вашей просьбе. Достаточно интересный гель, который идет вместе с капами в составе. Вот за капы прям большой-большой плюс отдельный, потому что все гели, там, Рокс Медикал Минералс, у Президента тоже есть роминерализующий гель. Их все надо наносить в капах, чтобы слюна их не смывала на определенное время. Так будет более эффективно и более результативно. И хорошо, что у Биорепе эта капа, ну она так себе, конечно, но она хотя бы есть, и за это большой плюс. Дальше, что можно упомянуть? Курапрокс Медикал – это фаворит среди всех паст у врачей-стоматологов, потому что у Курапрокса максимально мягкий, щадящий состав, там низкий индекс абразивности. Пасту можно использовать с электрическими зубными щетками. И паста действует на основе лактопероксидазной системы. Если более подробно углубиться, у меня есть на эту пасту обзор. Можете посмотреть отдельно, потому что если я сейчас начну про нее рассказывать, это на полчаса как минимум. В общем, паста мягкая, совершенно без агрессивной химии. Единственное, она идет на основе фторида. Там есть две пасты – Курапрокс Медикал 950 и 1450. Это содержание фторида. Если у вас, например, флюороз, вы используете пасты с кальцием, либо в линейке Курапрокс Медикал есть еще паста Зеро. Она без фтора и совершенно без вкуса. Это для гурманов или для тех, кто вообще никакой вкус пасты не переносит. У меня за практику было буквально двое или трое вот таких пациентов, которые там чуть, не знаю, мятный вкус, у них сразу рвотный рефлекс. И вот тогда эта паста спасала. Она назначается при разных поражениях слизистой, если у вас там часто вылезает стоматит, какая-то сухость, заеда и так далее. Вот такая она лечебно-префилактическая, но ее можно и нужно использовать каждый день. Там нет никаких ограничений. Есть и совсем лакшери пасты, которые стоят 15-20 тысяч рублей. И я, честно, еще, хотя нет, встречала, у меня как-то была одна пациентка, сказала, что она пользуется этой пастой. Но в целом ее никто не покупает как раз из-за ее стоимости. Это Теодент. Эта паста действует на основе Теабрамина. На сайте у них очень красочное описание. Хороший состав у пасты. Тут я не спорю. У нее низкий индекс абразивности в районе 40, насколько я помню. Но из-за ее недоступности к простому смертному, скажем так, я не могу ничего о ней сказать. Да, состав хороший, а по действию в полости рта неизвестно. Ну, кроме, вот я говорю, тех описаний, которые есть на официальном сайте. Вот, в принципе, и все. Мы прошлись по самым основным пастам. Опять же, я жду ваших комментариев. Всем спасибо, что вы со мной. И до новых встреч!